Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Добрый день! Здравствуйте! А начинаем мы нашу передачу с прекрасной весёлой песенки, которая посвящена Хануке, потому что началась вот эта праздничная неделя, и сегодня мы поговорим и об этом празднике, и о школе, и о том, как сейчас дети учатся и восстанавливают преемственность традиций нашей диаспоры еврейской, которая существовала в Латвии многие столетия, и сегодня продолжается в деятельности различных общин, и в том числе Хаббат Любавич. Итак, наверное, первый мой вопрос к Ривке, поскольку судьба этой женщины очень необычна. Она выросла в Нью-Йорке, училась в учительской школе Бруклина и вот повстречала своего, ну как по-русски говорят, суженого своего супруга, раввина нашего господина Глазмана, и с ним вместе приехала сюда, в Ригу, для того, чтобы здесь жить, воспитывать своих детей, а их у этой пары уже 12, и вот заниматься воспитанием и других детей, которые в Риге росли, воспитывались, может быть, и нуждались вот в такой духовной помощи, в помощи, в обращении к традициям тысячелетним, которые еврейский народ пронёс через свою непростую историю. Итак, Ривка, расскажите, пожалуйста, каким образом вас уговорили приехать в Ригу, освоить русский язык и, в общем-то, посвятить свою жизнь нашему городу? Ну, я выросла в Бруклин, и там в Бабирске Варебе, который глава еврейских народов, и он воспитывал нас, он постоянно говорил, как мы должны думать о других, и что это самое главное, что мы можем делать в жизни, это помогать и передавать. Если кто-то знает один букв, значит, он должен это кого-то другой учить. И поэтому я знала, что я буду посвящать свою жизнь в какое-то место в мире, не знала, где. И мы так слышали разные предложения из Австралии, из Нью-Йорка, из Флорида, а потом нас предлагали приехать в Ригу, и мы сказали, да. Это было в 92-м году, и мой брат спрашивала, где Рига, а мама спрашивала, а куда ты едешь? Я одна дочка в семье, и у меня был сын, это её единственный внук в это время был, и она сказала, а куда ты едешь? Я сейчас сказала, я не знаю. Брат открыл Атлас, да, Google ещё не был тогда в 92-м. Открыл Атлас, искал, но Латвия не показалась, на карте ещё, но Ригу он нашёл. И поэтому до приезда в Ригу я даже не знала ничего по этому городу, но я был готов, как молодые люди, не боится ничего, и приехал, и много сюрпризов было. А какие сюрпризы, Ривка? Что для вас было самое удивительное? Ну, ситуация здесь была не так комфортна, как привыкла девушка, которая вирус в Нью-Йорке, поэтому даже простые вещи, как еда, и статус, что мы соблюдаем кошерности, значит, было почти это невозможности, и что-то простое, отопление не куча, холодно на улице, нет горячей воды, очень-очень простые вещи. Я должен сказать, что наша работа с общиной, это было прямо от начала такое чувство, что люди хотят знать о своей вере, хотят знать о своей традиции, и мы за один месяц открыли и воскресная школа, вечерняя школа для студентов, и летний лагерь, и через год стадик, все пошло в духовном смысле, все так пошло очень быстро. Ну, вы такая традиционная семья, и у вас много детей, вот как вам удавалось совмещать обязанности мамы, многодетной мамы, и мы понимаем, что когда у нас один, два, три ребёнка в семье, это сложно координировать всех, учёбу, я не знаю, болезни, одежду, чистоту и так далее, и в то же время принять на себя такую большую ответственность именно за духовные вещи, касающиеся всей общины и других детей, множество, наверное, которые сейчас в вашей жизни существуют и вами опекаются. Ну, самое главное, это то, что дети наши выросли и знали, что это их честь, что это тоже часть их жизни, они знают, почему они здесь в Ригу и не живёт в какой, да, в Нью-Йорке сейчас. Поэтому они всегда были часть нашего работы здесь, и когда мы что-то организуем, они готовят, упаковывают, да, пойти, ходят со мной, за то, что мы открыли садик и потом школа, и мне было нужно уже выходить каждый день, но дети так радовались, что они могут с мамой выходить утро. Поэтому мы все семьёй поехали, кто-то в садик, кто-то в школу. И поэтому это непросто, но большая семья даёт сколько-то много радост, и вообще не такой большой разницы. Ты готовишь два картошка или 15 картошек, а всё равно ужин готовится. А когда дети привык помогать друг другу, я вижу сейчас, у меня, слава богу, дочка присоединилась к нам в Латвию, и она здесь тоже работает в Хабабе. У неё, слава богу, 5 детей, и самый старший 6 лет. Но как старший помогает маленький, да, такие всеорганизованные, то это иногда, можно сказать, легче цепять, чем цепь один. Теперь, что, чтобы мама всё делала власть своего? Ну, то есть вы продолжаете по-прежнему каждое утро готовить завтрак, каждый вечер готовить ужин для всей семьи, и в этом случае дети, старшие вам помогают? Или вообще, как вот у вас это происходит в семье? Кто за что отвечает? Кто придумывает, что будет на ужин, например? Кто там, я не знаю, подготавливает, я не знаю, чистит картошку, морковку, я не знаю, что ещё вы там кушаете? Вот. А кто всё-таки является таким главным поваром и всё-таки отвечает за результат? Окей. Но всё-таки многое изменилось. Я здесь в Латвии уже много лет, и дети выросли. Потому что, ну, говорить по истории – это одно, а сегодня у меня дети учатся. у меня двое в Израиле, двое в Белгии, один в Торонто, один в Америке, два, ну, дочка у меня замужней со семьёй, и сын тоже со семьёй в Америке, поэтому сейчас у меня очень маленькая семья. Да, да, мы дома с мужем и трое детей, и мы совместно работаем, это не так сложно, и очень приятно. Когда на праздники, и все приезжают, действительно, большая работа. Но мы уже привык работать как команду, поэтому с мужей помощью не только семья, а мы ещё приглашаем гостей всегда на шаббат и на праздники. И то, что делается, делается спокойно. Как вы выбирали предметы, которые вы будете преподавать в школе? Или для начала вы, в общем-то, преподавали всё, что было необходимо, и потом по мере набора педагогов в школу вы для себя оставили только то, что близко к вашей натуре, философии, традиции еврейские и так далее? Понятно, когда я открыла и детский садий школы, я не взяла на себя такой обязанности преподавать все уроки, как происходит в школу, будет рассказывать, наверное, наш директор. Я взяла на себя свои предметы. Это вначале был иврит, и еврейская традиция, еврейская философия. Это то, что... Для этого я здесь. Как насытый язык должен... Говорит на свой язык, и так человек, который в это вырос, и есть образование в этом. Это то, что я делаю, развиваю со всеми, и не только дети. У нас... у меня уроки с женщинами, с людьми разного возраста. Я всегда готова. Ривка, а как вы вообще оцениваете ситуацию на 90-е годы, когда вы только приехали в Ригу, и сейчас? То есть вы приехали и почувствовали, что есть очень большой интерес у людей к поиску своих корней, к восстановлению традиций, к объединению какому-то в рамках общины. И что сейчас, может быть, община представляет собой? Насколько сильнее, может быть, она стала, насколько она стала более структурированной по каким-то направлениям деятельности, ну, в плане образования, культурных потребностей и так далее? Ну, действительно, действительно, когда мы приехали, это был сложный год для всех. И все началось от начала. А сейчас мы должны сказать, что не только мы даем, а сам община делает и совместные работы идет. Например, сейчас на Хануко мы готовили подарки, праздничные подарки для людьми, нуждающих, старики. Сейчас с COVID-ом очень много сидят дома, они выходят. Идея есть, но кто? Дети из садок, из школы, студенты, все принесли продукты, людьми, которые имеют средства, давали деньги для продуктов. А студенты из Израиля, которые здесь учатся, и те у нас местные, упаковали эти пайки. А волонтеры тоже из всех возрастов, дети из детского сада, со своей родителем едут к людьми домой с этой пайки и приносят свет праздника с ними. и студенты, и женщины, даже в старшем поколении они тоже идут в гости друг к другу именно на этот праздник. Поэтому мы здесь видим то, что не то, что я должна уже рассказывать по Ханапу, а людьми уже сами понимают, как надо праздновать, что можно делать. То есть община стала самодостаточной и саморазвивающейся, а вы только приглядываете немножечко со стороны и корректируете какие-то вещи. Ну, слава Богу, работа есть. Сегодня у нас будет, да, сегодня у нас начинается ежегодный благотворительный марафон и собираются даже деньги, чтобы продолжать этого благотворительность и помощь на ковиде. И спонсор, который дает два раза больше, значит, за каждый евро, который собирается за эти 48 часов, спонсор дает еще один евро. Поэтому это тоже показывает, что сам местный людьми и людьми всего мира, но самое главное наша община понимает, что если у меня есть бизнес и она идет хорошо, но хотя бы 10% я отдаю, чтобы помогать других, все-таки от Бога. Если у меня успешный бизнес, значит, я должен благодарить Богу и делать то, что он хочет, он меня доверял, а я использую эти деньги не только для себя, а тоже, чтобы помогать других. Хорошо, может быть, мы сейчас зададим вопрос директору школы Ларисе Иволгиной и спросим вот, Лариса, ваши впечатления о школе, вы не так давно стали директором, и, конечно, это какое-то своеобразное учебное заведение все-таки, хотя это школа, которая работает в Латвии, наверное, по латвийским стандартам, но тем не менее у нее есть какие-то свои особенности, вот какие-то особенности, что это за дети, что вы почувствовали, придя в эту школу ну как бы со стороны и не будучи в процессе ее создания и развития, а уже получив некий готовый продукт? Спасибо большое, спасибо. Я как раз, очень хороший вопрос, я как раз с этого и хотела начать, что я в школе совсем недавно, меньше двух месяцев, и я очень признательна учредителям за то, что они мне доверили свое детище, такую эксклюзивную школу, да, и до этого у меня 20 лет дипломатического стажа, у меня дети, и я точно так же, как мы сейчас говорили, думала, да как же эти учителя вообще справляются в школе, я с двумя не могу справиться, они справляются. Слушайте, но сейчас вот в моей работе мне как раз нравится именно та составляющая, когда я занимаюсь именно детьми, она мне даже нравится больше, потому что настолько уникальные дети, со старшими я могу говорить о спорте, они мне помогают в компьютере, если у меня тут что-то случилось, причем быстренько это делают, моментально. С младшими я, кстати, тоже получилось, проводила классы, да, и поняла, что они более адаптированы, чем я. Вот, то есть это настолько интересно с детьми работать. Но если так по существу, то я хочу сказать, что, конечно же, школа начинается с садика, и у нас садик, в который мы принимаем детей уже с полутора лет, в садике есть все развивающиеся, развивающие программы, которые необходимы. И как бы потом эти дети приходят к нам в школу, мы очень рады их видеть, и для них этот процесс такой более, они уже адаптированы, мягкие, да, потому что, когда уже старшие дети, может быть, им можно уже какой-то бытовой такой, житейский стресс, это для них как физкультура, то младших все-таки хочется уберечь, хочется, чтобы им было максимально комфортно перестроиться, прийти в первый класс. Точно так же, когда дети, нам приходят не из нашего садика, мы тоже им очень рады, и тоже стараемся максимально мягко это все, чтобы для него проходила вот начальная школа. У нас небольшие классы, поэтому практически мы можем обеспечить индивидуальный подход. Дальше, если говорить о школе, то школа у нас, естественно, общеобразовательная школа, у нас стандартный диплом, стандартные, как бы, необходимые все знания, предметы и программы с учетом, вот как вы правильно отметили, с учетом национального компонента в полном объеме, включая КАШЕР. Мы очень много занимаемся в плане… У меня, например, очень много идей, я сейчас не хочу их все озвучивать, но начала уже работу с высшими школами Латвии, чтобы посмотреть, какие у них есть программы, что мы можем здесь внедрить в школе или на наших детей и отправить туда. Но это пока еще такие наметки с посольством Израиля будем работать, потому что там тоже есть… У нас, кстати, есть преподаватели из Израиля, которые преподают евреи, преподаватели из Америки. Мы работаем… Очень хороший проект у нас есть с посольством Америки, когда молодые волонтеры общаются с нашими детьми, естественно, на английском, и практикуя одновременно и практикуя английский в то же самое время, узнавая друг друга, узнавая разные континенты, кто чем интересуется. Такая же программа есть и с более младшими детьми, но вот COVID-ситуация, конечно, немножко, как и всем, портит нам картину. Но будем стараться, мы будем всё это делать. Но вот как-то так мы работаем. Конечно, сложно вот в этой COVID-ситуации, очень много времени занимает COVID-потоколы. Да, Лариса, у нас, в принципе, большие проблемы с системой образования в стране в целом. Каждый родитель, который сталкивался и не только в связи с последними событиями, но и вообще, каждый родитель, который сталкивается со школой и вот с тем качеством образования, которое сегодня государственный стандарт обеспечивает, всё-таки отмечает, что это качество заметно ухудшилось за последние годы, не хватает педагогов, не хватает методик. фактически родители, которые хотят, чтобы их дети как-то более-менее ориентировались в предметах и были готовы к получению высшего образования, вынуждены там прибегать к услугам репетиторов, и теперь это уже стало чуть ли не со второго класса. Вот мне буквально недавно сказали о такой вещи, и для меня это просто шок. Вот как вы справляетесь с этими вызовами, что называется, и как вы строите свою методическую работу с тем, чтобы дети всё-таки получали качественное образование и могли дальше в жизнь выходить подготовленными и при необходимости продолжать это образование не только в Латвии, но и в зарубежных вузах? Вы знаете, мы стараемся компенсировать это тем, что у нас всё-таки небольшое количество детей в классе, и у нас практически индивидуальный подход. Мы очень смотрим на детей, какой у них уровень, и для каждого даём максимально то, что можно. Слава Богу, мы сохранили в этой ситуации весь наш педагогический состав. Нам не пришлось перестраивать расписание, потому что какой-то педагог в силу известных обстоятельств не может дальше продолжать работу. Мы сохранили всех наших педагогов, за что мы им очень благодарны, и они у нас очень профессиональные. И самое главное, что я разговаривала и с нашим психологом, поскольку, понимаете, я только начала работать в школе, я начала знакомиться, и я с ним разговаривала, и он говорил, что наши педагоги уже адаптировались и приспособились именно потому, что у нас небольшое количество детей, они приспособились именно уделять внимание каждому и каждому подбирать программу под него и подтягивать тех, кто чуть послабее, к тому, кто сильнее. То есть вот в этом плане, конечно, повезло нашим ученикам, потому что небольшое количество, и они имеют возможность заниматься индивидуально. Хотя я при всём при этом я не исключаю и даже приветствую, например, инициативу родителей, если они считают, что их детям нужно что-то дополнительное, знаете, это всегда неплохо, особенно какие-то спорт, кружки дополнительные, потому что это всё равно даёт какую-то общую картину жизни для ребёнка, это даёт ему опыт, умение общаться в других коллективах, в других ситуациях. Поэтому как бы при всём при том, что да, школа не снимает в себя ответственности, и мы очень ответственно подходим, потому что название нашей школы это уже бренд, оно не просто под номером каким-то, оно именно бренд у нас школа со своим именем, да, вот, поэтому мы ни в коем случае не снимаем в себя ответственности и относимся очень серьёзно к образованию, к тому образованию, которое мы даём, но в то же самое время я бы очень приветствовала, если бы родители отправляли детей там на спорт, на танцы, на студию, там я не знаю на что. Ну, образование по интересам, это, конечно, всегда приветствуется, это было всегда, но дело в том, что сейчас фактически получается, что родители вынуждены нанимать педагогов по школьным предметам, по математике, по чтению, по письму и так далее. Вот ещё один вопрос, который касается языков. Я так понимаю, что ваши дети приходят из русскоязычных или каких-то латышскоязычных семей, я не знаю, вот, фактически они осваивают еврит, английский язык, латышский, то есть у них четыре языка на выходе. Ну, по идее, да, у нас образование понятно, что на латышском языке и переход довольно мягкий, чтобы было удобно, но дети, вот я вчера как раз была в четвёртом классе на уроке латышского, в пятом классе и разница большая, да, какой уровень знаний у четвероклассников, если у пятиклассников уже намного выше он, и сильнее, но, естественно, выпускники старшие классы, они очень серьёзно относятся, они мне тут говорят, директор, у нас же экзамен, нам надо быть на уроке, так что по латышскому языку, поэтому мы стараемся, естественно, язык у нас есть и как бы, но стараемся максимально комфортно, чтобы всё это проходило, но знания должны быть. Кривко, если вернуться, ладобавец, при вкусах ладобавец. Я хотела сказать, что действительно, но я как преподаватель еврейской традиции, но я с детьми разговариваю на английском языке, наши учебники, и на доске я пишу вообще на русском, не на русском, я пишу на английском и на иврите, наши дети, за то, что они это всё начинают садик, они привык к этому языку, и им это не страшно, они легко переходят из один язык на второй. Сегодня я пришла в класс, и у нас было задание, я сказала, ну хорошо, вы хотите его на английском или на русском, да, я не выбирала английском, потому что им это интересно, и они хотят. а иврит, это их, часть их традиции тратит, и поэтому им это тоже не страшно, я могу писать, и они это всё принимают и хорошо переводят. То есть получается, Ривка, что дети являются в некоторых случаях вот тем центром восстановления традиций, которые переходят уже в семью, то есть дети учат родителей, разговаривают, может быть, с родителями на иврите, и таким образом вот восстанавливается сама эта культура внутри семей, так получается? Ну, действительно, если наши дети, которые сейчас учатся, есть родители, которые учились в еврейской школе, значит, это очень приятно, что происходит тоже от семья, если сначала действительно большинство в рейс, что пришёл в школу, а сейчас семьи, им это уже интересно, и они сами это делают, и хотят это для своих детей. вопрос ещё к Ларисе. Вот мы начали с хануки, с ханукальной песенки, и Ривка рассказала о том, как вы организуете благотворительность во время этого праздника, а как в школе празднуется ханука, какие, может быть, мероприятия или какие форматы вы сейчас используете для того, чтобы этот праздник отметить и вовлечь детей не только в то, чтобы потреблять некий культурный продукт, но и самим его создавать, то есть самим выступать, самим готовиться с какими-то песнями, не знаю, с какими-то ещё номерами художественной самодеятельности. У нас вся неделя это проходит под знаком хануки, вся неделя, у нас такое мероприятие организовано, у меня тут целый огромный план, у нас и зажигание свечей, и дети пекут печеньки, слава богу, у нас кухня это позволяет, у нас есть отдельное помещение, мы можем, не нарушая никакие ковид-протоколы этим заниматься, и вообще что такое для тебя ханука, для меня, это что-то совершенно таинственное, потому что вся школа очень ходит загадочно, все что-то готовят, какие-то сюрпризы, завтра у нас будет большой праздник в Зуме, к сожалению, в Зуме, но дети готовят какие-то совершенно невообразимые сюрпризы, поэтому у нас празднуется ханука очень даже активно и обширно, но не в ущерб учебному процессу. Ну как вы вообще считаете, вот должна строиться работа школы сейчас именно в том, чтобы создать у детей вот это чувство коллективизма, научить их проявлять инициативу, проявлять лидерские качества, проявлять ответственность за порученное дело, ведь функция школы во многом именно в этом состоит. А вы знаете, ведь ответственность это то, как ты общаешься с самого раннего возраста с этим человеком, с этим учеником, или ты общаешься с ним как с ребёнком, или ты общаешься с ним как взрослым человеком тебе равным. Вот у нас в школе именно так. И я подхожу к ученику 11 класса и прошу ему мне помочь. И мы с ним на равных создаём открытку к Ханаке, которую мы потом с ним разослали. Мы общаемся, вот именно вот эта ответственность и есть, когда мне не надо что-то командовать, приказывать или что. Он увидел где-то, там был в другом классе, в другой аудитории, он увидел, что я тут что-то не могу в компьютере сделать. Он сам прибежал в секунду, хотя он был ответственный мальчик за это мероприятие, он прибежал в секунду. Понимаете, это отношение к ребёнку, это очень важно. И когда ты к нему относишься как к взрослому, ты общаешься как к взрослому, мы можем обсудить спорт, мы можем с этим датаром разбираться, тогда у них возникает это чувство ответственности. Ривка что-то хочет сказать, давайте мы послушаем Ривку. Но всё-таки праздник Ханука, и главное, что мы можем учить из этого праздника, наверное, два пункта. Один, вера. Евреи тогда воевали за их веру, и я думаю, что в наши времена вера в Бога помогает, чтобы человек был спокойств в этот непонятный мир. если мы верим, что всё-таки есть хозяин в этот мир, и мы не понимаем его, и почему такая ситуация сегодня, но всё-таки мы можем быть спокойны, что план есть, и он знает точно, как и что будет, и это даёт нам спокойствие в жизни. А второй, всё-таки это праздник свет, значит, как маленькая свечка делает тепло в большой помещении, как каждый добрые дела, добрые слова добавляет в этот мир хорош. Мы слушаем радио, мы хотим слышать тоже хорошие вещи, не только плохие новости, поэтому идём добавляет добро и свет в нашего мира. Что ж, очень приятно было поговорить с Ривкой Глазман, основательницей еврейской школы Хаббат в Риге, которая с 92-го года восстанавливает здесь традиции своего народа, помогает людям, уже воспитала не одно поколение учеников и в детском садике, и в школе, которые разлетелись по всему миру, и мы надеемся, что они и будут возвращаться в Латвию, чтобы свои знания применить здесь, на родине, чтобы все-таки основы, которые были заложены многие столетия назад, получили свое продолжение. Очень хочется поблагодарить Ривку за этот огромный вклад в культуру Латвии, которую она сделала, за ее самоотверженность, за ее такое горение в ее призвании, ее такую очень трепетную любовь к своему делу. Спасибо Ларисе Иволгине директору школы за рассказ об этом замечательном учебном заведении. Всех не только приверженцев иудаизмов поздравляем с праздниками, они наступают неотвратимо один за другим. Начинаем праздновать Хануку, потом доходим до Рождества. И всем действительно хочется передать слова Ривки Клазман о том, что свеча, которая горит в помещении, она его наполняет светом, и темноте уже здесь не место. Программу сегодня провела Людмила Прибыльская, мне помогал Олег Пеков в студии. Всего вам доброго, до свидания, до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова